Здравствуйте! Вас сегодня ждет расклад на очень интересную тему, что мешает и что поможет вашему карьерному росту. Поработаем мы с картой архетипа и тени Чака Спицано, вообще универсальная колода. В принципе, я ее очень люблю, потому что она всегда очень емкая и очень правильным говорит. Давайте мы не будем делать длинное видео, я вам дам трактовки карт, соответственно, да, и объясню, что может мешать, что может мешать, и, соответственно, мы вторую карту вытаскиваем на помощь, как нейтрализовать нашего этого внутреннего демона, который мешает нам продвинуться по карьерной лестнице. Хотим вот мы получить повышение, но повышение почему-то получают другие, а не мы, да, или, допустим, начальник не задумывается о том, что нам нужно дать повышение. Вот будем как раз не про отношения сегодня, а про деньги наши, да, про карьеру, про успех, про реализацию. Три варианта, так, три варианта, говорить буду быстро. Сейчас карту, которая нейтрализует негативные энергии, вытащим. Ну, знаете, как, даже не нейтрализует правильно, а как вот вторая сторона у нас монеты, да, или, допустим, есть темная, есть светлая. И мы, если темное прорабатываем, мы понимаем вообще, вот как с этим жить, мы принимаем себе, что у нас есть эти качества, то мы автоматически выходим на светлую сторону, и все, это уже проблема, она больше не волнует. Смотрите по первому варианту. По первому варианту я так хочу сказать, что вы не готовы к повышению сейчас, на данный момент. Вот, вы же еще как бы такой человек, что для других знаете лучше, чем для себя. И вот вы вроде как в мыслях хотите этого повышения, и вы думаете про себя, а вот я же на самом деле всем помогаю, а неужели вот никто не видит мои заслуги? То есть вы хотите, чтобы вас повысили там за ваши заслуги, да, и при этом внутри себя вы чувствуете себя достойным, да, новой должности, новой зарплаты. Но это заблуждение, потому что на самом деле того, что вы достойны, нет. У вас внутри вот как раз есть вот этот страх, что вас действительно повысят. И вы почему-то считаете, что другие люди как бы более достойны вот этой истории. Вот эта тень, она говорит о том, что нужно что сделать для того, чтобы получить желаемое. Нужно над собой поработать в каком плане. Раненый лекарь, это смотрите, вот он кровью сам истекает, но при этом лечит других. Здесь нужно на себя обратить внимание. Здесь нужно действительно понять, почему тебя не повышают. По какой причине? То есть если ты будешь носиться там по отделу и всем причинять добро, и ты думаешь, что вот тебя увидят и тебя повысит, нет. Здесь как раз вопрос про внутренние ценности, что... То есть вы такой человек, который, например, может работать за двоих, за троих, за четверых. Часто встречает такие ситуации, да, что, допустим, подружка говорит, да вот у меня там ребенок заблел, а выйдешь за меня, поработаешь? Ты такая, да, да, конечно, выйду. И тебе кажется, что твоя подружка там тебя оценит, да, или там твой начальник увидит, что ты перерабатываешь. Но знаете, вот как грубо, ну честно говорят, что в колхозе больше всех работала лошадь, но богатой она так и не стала. Вот это как раз ваша история, что вы очень хотите, чтобы вас оценили, да, ваши старания. А здесь, наверное, немножко нужно быть эгоистичным и как бы проявлять такие энергии. Ну смотрите, как бы, если буквально, если совсем уже буквально, если сейчас это смотрит женщина, то здесь вам действительно нужна помощь мужчин, но с уважением, да, вот, здесь действительно может помочь мужчина. Если мы смотрим не буквально, это говорит о том, что у вас достаточно внутренней силы, у вас она достаточно, знаете, у вас есть выносливость, у вас есть сила характера, у вас есть, в принципе, все черты, которые, характера, которые нужны для продвижения по карьерной лестнице. Перестаньте, пожалуйста, спасать других, понимаете, потому что чем больше вы спасаете других, тем больше вас, тем меньше времени у вас на себя, да, тем меньше у вас времени, чтобы понять, что вы ценные, вы не должны получать поддержку от других со стороны, чтобы они вам говорили, да, ты классный, ты ценный, спасибо тебе большое, да, ты там спас, там помог и так далее. Вот, вот эта ценность должна быть внутри, тогда повышение придет. А ценность придет тогда, когда вы поймете, что у вас есть все качества для того, чтобы вас повысили. У вас они вообще все есть, вы достойны этого, понимаете? Вот как бы вы включаете свою сильную сторону, и все у вас хорошо. Вот эта позиция. Первый вариант. Ну, молодцы, конечно. Я вам так еще хочу сказать, у вас действительно могут быть способности к целительству. Во-первых, это уже другая история немножко. Но она как раз говорит о том, что все понимают, что вы добрый человек, но вам на шею сели, правда. Первый вариант. Вот. Очень мне вас очень искренне хочется ободрить. Поэтому, пожалуйста, не надо так, чтобы с вами поступали. По второй позиции. Ой, по второй позиции человек спит и видит, что вы его повысили, потому что здесь действительно у него есть тяга к управлению людьми, тяга к манипуляции, вот, как бы по тени босса. Но здесь еще смотрите, какой момент. Это все есть, и человек думает, что это черная сторона его личности. Он очень сильно боится. Он боится, что когда его повысят, он, во-первых, потеряет хорошее отношение своих сослуживцев, коллег. Да. Он начнет ими управлять. Он боится, что его испортят деньги. То есть он действительно боится повышения своей должности, потому что думает, что в этом случае у него, как бы, вся дружба, все положительные моменты, они все, как бы, полетят в тар-тарары, потому что он действительно станет боссом. Он очень боится проявлять как раз вот агрессию. Он думает, что он будет ее проявлять по отношению к своим сотрудникам. Он боится того, что когда он станет боссом, он действительно задерет нос. Но он, она, не важно. То есть мы понимаем, что это для мужчин, для женщин. И, соответственно, деньги его испортят. Здесь действительно очень такая четкая мысль в голове. Деньги меня испортят. Я стану злым. Я стану алчным. Я буду управлять, манипулировать людьми. Загребать жар там чужими руками. А у меня же есть совесть. А я же так не хочу. Поэтому, может быть, я даже внутренне созрела на это повышение, но я панически боюсь, что я стану плохим человеком. Здесь вот как раз очень много установок негативных, как раз про большие деньги могут быть. Страх еще больших денег. Очень четко прослеживается. Поэтому смотрите, как это у вас проигрывается. Ловите ли вы, резонирует ли у вас сейчас вот эта информация, которую я говорю. Давайте смотреть, как мы ее нейтрализуем. Почему так думать о себе плохо? И какие у нас сильные черты для того, чтобы вот эти наши негативные мысли победить? Знаете, а вот здесь нужно понять, что ваше повышение на самом деле или, допустим, ваша работа на себя, ваш успех – это просто дело времени. Что вы на руководящей должности как раз станете тем человеком по звезде, который вдохновляет, который вдохновляет на изменения. То есть благодаря вам и люди начнут больше денег зарабатывать, если вы хотите стать начальником отдела, например. То есть вы действительно хороший, чем мягкий руководитель. И вы действительно можете стать лицом компании, например, если у вас есть такие амбициозные планы. Вы действительно можете вести, возглавлять очень интересные проекты. То есть это действительно у вас есть. И знаете, я так хочу сказать, когда вот это произойдет повышение, просто вы в голове представьте себе эту картинку. Вам настолько будет не до алчности, там что-то, манипуляции, там сотрудников и так далее, потому что у вас новая деятельность, она вас так захватит, что вы вот просто даже забудете о том, что вы как-то могли там плохо думать о деньгах, и вы на самом деле поймете, что это настолько вас вдохновляет вообще вот ваше, то, что признали ваши заслуги, да, то, что вы действительно звезда, ну, в хорошем плане, я имею в виду. Вот, что вы просто на самом деле перестанете вообще зацикливаться на том, что вы можете там кем-то манипулировать, соответственно, быть плохим человеком, алчным и так далее, да. Это не говорит о том, что вы с вашими друзьями перестанете общаться. Нет, конечно, просто, может быть, у вас появится больше опыта для того, чтобы этот опыт им передать. Может, вы станете очень хорошим наставником по звезде. Просто подумайте об этом, да, не бойтесь того, что деньги вас испортят. Нет, у вас тут совсем другая миссия, вас деньги не испортят. Они, знаете как, они вам нужны, чтобы развиваться, чтобы саморазвиваться. Не бойтесь, и все будет хорошо у вас по вот этой позиции. Хорошая позиция, второй вариант. Всем бы так. Так, а вот здесь вот как раз по третьему варианту могут быть люди... Давайте я немножко просто подвину, чтобы у нас в кадр попадали, потому что многие хотят рассматривать, да, карты, которые я показываю. Здесь у нас как раз, смотрите, по вот этой вот позиции, это человек, который находится вдали, да, вдали от общества. Это могут быть люди, которые классные сами по себе. И вот их бы, конечно, уже повысить, но сам начальник может думать, что этот человек не потянет там какой-то проект и так далее. Почему? Потому что он не умеет коммуницировать с людьми. Ну, аутсайдер – это изгнанник, да, это изгой. Это человек, может быть, с нестандартным мышлением. Это человек, который не может ужиться с коллективом. Знаете, если это девочка, это девочка, против которой дружат все остальные девочки. Вот она странная, да, она как бы не понимает, ну, как ей вообще взаимодействовать. Она внутри очень одинока, возможно. Такое тоже может быть. Или, например, это какая-то психологическая травма, когда ребёнка просто в детстве обижали, да, и не дали развиться талантом. И вот эти вот негативные мысли, что я аутсайдер, что я лузер, да, неудачник, ну, они могут быть как бы в голове, и человек даже не задумывается о том, что его могут повысить, что его могут увидеть, самое главное, да, потому что действительно такого человека не видят. Его не видят его руководители, потому что не даёт себя рассмотреть. Он слишком плохого мнения о себе, чтобы дать себя рассмотреть, чтобы заявить, да, чтобы вернуться к этим людям, просто, я не знаю, встать в этот хоровод, вокруг яблоньки с ними, да, и быть вот этим одним целым. То есть это человек, который не часть команды. Ну, и логично, да, что здесь могут задаваться вопросы, если это человек не часть команды, если это не командный игрок, как он может там кем-то руководить, да, на какую должность может претендовать. О чём нужно подумать, если вы действительно хотите повышения, да, что вам мешает здесь? Мы сейчас посмотрим, нужно ли вам обязательно выходить в социум, или вы можете вполне справиться, в общем, без этого шага. Знаете, вот здесь вот очень дворякая ситуация. Один вариант в том, что действительно вам плохо на работе, и это не ваше рабочее место, и вполне возможно, что вам нужно уходить. Для чего? Для того, чтобы свои правила устанавливать и своим бизнесом руководить. Это как раз может ещё говорить прям буквально о том, что вы хорошая хозяйка, и если бы вот вы были руководителем, да, что касается карьерного роста, вы бы действительно могли обеспечить некий, знаете, психологический климат в коллективе, и когда всем хорошо, и всем уютно, и всем понятно. И это ваше, понимаете, потому что вы действительно можете, вот несёте это внутреннее состояние покоя, уюта, да, вот, на связи с тем, что вы не показываете, то, конечно, люди не могут это увидеть. Не нужно вот про себя думать, что вот я лузер, соответственно, я ни на что не способен. Более чем. Более чем. И здесь действительно идёт такая информация, что вы должны либо вот соло на себя работать, потому что вы всё построите, как вам надо, как именно вам, даже если к вам не прислушиваются сейчас, и не понимают ваших идей, да, либо, соответственно, если вы понимаете вообще, что вам нужно выходить к людям вот сюда, да, вот, то вы действительно здесь заслужите признание коллектива, понимаете, потому что они вот как раз почувствуют, что вы вот тот человек, с кем комфортно, потому что с вами на самом деле очень комфортно. Вот, вы и в плане отчётов, они у вас всегда, знаете, по полочкам там разложены, если это какая-то там деятельность, да, в госучреждениях, вы как бы такой человек, который на работе может даже пирожки приносить, да, ну, то есть вот как-то так пытается как-то делиться с коллегами, и коллеги как-то холодно к этому относятся. Ну, вот такая история, когда человек на самом деле как-то и пытается доверие заслужить, но у него вот это не получается, или как-то плохо про него думает, или сваливают какие-то косяки на работе на этого человека, и он всё, он же просто руки опустил. А здесь не нужно опускать, потому что у вас очень хорошие перспективы на самом деле, и руководить, и заниматься своим делом. Вот такие вот у нас были три позиции на вопрос, почему я не могу добиться карьерного роста. Вот там универсальный расклад для мужчин, для женщин. Подписывайтесь на канал, впереди очень много новых раскладов.